Этот день занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Это праздник нервности, вечности. Ведь из поколения в поколение для каждого из нас мама остаётся самым главным человеком в жизни. Конкурс «Чицовка Дню Матери» — это не просто соревнование, это возможность сказать всё, что так долго остаётся несказанным, пережить моменты, которые по-настоящему проникают в сердце и дарят искреннее счастье. Данный праздник даёт нам возможность ещё раз проявить любовь к матери, рассказать, как мы её любим в стихах. Нами было составлено положение, которое мы разослали по всем школам нашего города. К нашему счастью откликнулись все школы, детский сад один. У участников было настолько много, что нам пришлось конкурс разделить на два дня. Все два дня наших конкурсантов оценивали компетентные жюри. Татьяна Варламова, берегите маму, берегите маму, радуйте, левейте. Мама — самый близкий в мире человек. В этом конкурсе каждая читаемая строчка пронизана глубочайшими чувствами, сильным внутренним желанием отдать дань почтения нашим матерям и поблагодарить их за всё, что они делают ради нашего счастья. Стих «Счастливый ребёнок». Я учила его по две недели. Этот стих мне выбрал мой воспитатель Юлия Романовна. Прости, я порой их не слушаю. В упорстве моём равных нет. И когда я стану постарше, я буду звонить каждый день. Ты тропку поднимешь? Доча, что новое расскажешь теперь? Главное для «Счастливого ребёнка» — это подобрать стихотворение. А уже как его выучить, если оно тебе понравится, то это будет уже легко. А вот ударения, паузы и многое другое мне уже одному не осилить. В этом мне помогла моя учительница Екатерина Ивановна. Были приглашены жители города посетить этот великолепный конкурс, чтобы отметить вместе День матери и подарить родным женщинам незабываемые моменты. Ирина Князева, Ренат Нахиев, Виолета Сероветник, Таммод.